На этом приемнике в Крыловской только настоящее молоко, как говорится, прямо из-под коровы. Его привозят от станичников, на месте фильтруют, делают анализы и охлаждают. Среди множества магазинного молока в городских супермаркетах это действительно белое золото. Даже пахнет по-другому. У нас настоящее молоко, которое вот так не подают в города. И посмотрите, ребят, сколько его мало, если без проверки. Главе региона показывают, как готовят молоко на продажу заводам. Уже оттуда она попадает на прилавки. Правда, по цене почти в два раза дороже. Здесь, на молокоприемном пункте, тоже есть своя переработка. Только попасть в магазины почти невозможно, рассказывает Вениамину Кондратьеву. Было бы хорошо поддержать продажу натурального молока прямо из заготовительных пунктов, как это было раньше, из бочек. Цену, говорят молочники, могли бы держать 30 рублей за литр. Почем ваше молоко попадает в продажу уже на полке магазинов? Вот 35 и выше. Получается, молоко вы закупаете простое, а в магазин на полке золотое. Есть вариант накормить, вернее, напоить настоящим молоком. Пытались сделать, прорываться на рынке Краснодара, но мы торгуем в станице Ленинградской, где нет приконов. Везем в Ростов. При желании, если они сами рвутся в город, пустите их в город, создайте им условия, чтобы они могли в городе напрямую торговать. И у них будут напрямую покупать. Такой подход не только бы приучел горожан к качественному молоку, но и дал бы толчок к развитию личных подсобных хозяйств. Людям станет выгоднее продавать свою продукцию. И речь не только о молоке. Огороды с собственными овощами и фруктами есть почти в каждой станичной семье. Были бы гарантии сбыта и государственная поддержка, рассказывает Кондратьеву в семье фермера из станицы Ленинградской, на продажу бы выращивали почти все. Есть будущее ЛПХ или нет? То есть, в мое понимание, не то, что есть, оно должно быть. Быть, да, да, будет, конечно. Должна быть программа, должна быть поддержка. Да, если поддерживать, то, конечно, будет развиваться. Люди будут идти на это, потому что, действительно, ты работаешь на себе, для себя. Все правильно, все правильно, все правильно. Это основная задача, понимаете? Если мы сегодня будем говорить о мегапредприятиях, то на мегапредприятиях, возможно, столько работающих, сколько нужно взять. А что делать с остальными? А вот остальные пусть занимаются личным подробным хозяйством. Сельское хозяйство для района сегодня основа всей экономики. Именно от его развития зависит жизнь всего муниципалитета, напоминает Кондратьев на встрече с активом. Но, к сожалению, в Ленинградском все меньше желающих разводить коров или свиней, а практически все рекордные тонны зерна идут на экспорт. Аграрную нишу занимают крупные монополии, но в погоне за деньгами бизнесмены нередко забывают об элементарных правилах севооборота. Сегодня определенные большие агромонополии, которые сегодня присутствуют в крае, собирают с полей суперприбыли, а не урожай. А даже те суперприбыли, как таковые, для нас тоже не видны. Я был сегодня на предприятии, где племенное яйцо. Все яйца в одну корзину не складывают. Поэтому принципиально важно для меня, чтобы земля была не только в руках этих аграрных монополий, агрохолдингов, но и в руках фермеров, в руках личных подсобных хозяйств, которые никогда со своей земли никуда не уйдут. И никогда сверхприбыли с нее собирать не будут. Потому что они ее любят, изначально понимают, что земля – это вот так кормилица. Край готов идти навстречу местным властям, обращается руководитель региона к главе Владимиру Гукалову. Но для этого важно понимать, кто сегодня больше всего нуждается в поддержке и что нужно для того, чтобы возродить жизнь в кубанских станицах. Мы готовы пересмотреть программы поддержки и развития села. Где возможно сосредоточить усилия края в виде господдержки или иными механизмами, моделями, чтобы мы могли реально способствовать развитию экономики. Я назову кое-какие цифры, понимать, где мы были, где мы стали. Мы имели 20 тысяч коров, доили 250 тонн молока в день. Сегодня мы имеем в общественном секторе 3200 коров и в частном 1200. Это 4400, а доим 60 тонн молока. Свиней мы имели 300 тысяч. И сегодня имеем 10 тысяч свиней. И, к сожалению, сегодняшние собственники не хотят заниматься животноводством. Поддержка продолжается именно растеневодству. Реальная прибыль растеневодов сегодня в районе 250-300%. У животноводов 5-10-20. И вот, конечно, если экономические рычаги сегодня толкают на растеневодство, и мы занимаемся все, вот чтобы поменять его, тогда нужно, конечно, создать режим благоприятности в животноводстве. Так, Андрей Николаевич, пожалуйста. Со следующего года разрабатывается проект, будет выдаваться поектарная поддержка дифференцированная. Конкретно скажу, содержит хозяйство 20 голов условных на 100 гектар, будет получать одну сумму. Содержит оно ноль, будет получать практически ноль. Вот в этой части мы будем поддерживать, чтобы деньги доходили не до тех, которые получают, как вы называете, сверхприбыли, а для тех, кто развивает продукты. Впрочем, в помощь молокопроизводителям уже выделили около полумиллиарда рублей. Это федеральные и краевые деньги, которые уже в этом году распределяют между фермерами районов, в том числе и ленинградского. Поддержит рублемое овощеводство, по гектарные выплаты от 500 до 800 рублей. Все это может стать хорошим подспорьем для аграриев, а значит, серьезным шагом в развитии ленинградского района. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Ленинградский район.